По заданию Республиканского комитета охраны общественного здоровья во всех регионах страны проверили качество птицеводческой и молочной продукции. Как говорят в Кустанайском областном департаменте, нарекание санврачей вызвал лишь один вид товара. У нас был закуплен фарш мяса птицы марки «Достойный выбор» производитель ООО «Фининвест» Челябинской области. При проведении микробиологических исследований было выявлено сальмонелла. По данному факту нам было выдано сразу же предписание о запрещении реализации данной продукции. Чтобы не допустить реализации в других точках данной продукции, было также дано письменное указание поставщикам о запрещении ввоза и реализации на территории Республики Казахстан. Помимо этого были факты несоблюдения маркировки повышенного содержания влаги птицеводческой продукции. Кстати, санврачи предупреждают покупателей. Замороженный товар представляет больше опасности, поскольку после оттаивания микрофлора размножается в удвоенном темпе. Что касается молочной продукции, то в некоторых случаях зарегистрировано наличие кишечной палочки. Немногим больше нормы. Всего на исследование были взяты 300 проб. В данном случае отбиралась импортная продукция, не только российская. В общем-то у нас была и белорусская, и украинская попадалась. Даже масло было из Франции, тоже из Киргизии была продукция. Напомним, ранее Республиканский комитет охраны общественного здоровья сообщил об итогах проверок в регионе. В продуктах марок «Брянский бройлер», «Чебаркульская птица». На Гайбакский птицеводческий комплекс санврачи выявили наличие кишечной палочки и сальмонелла. В Кустанайской области эти факты не подтвердились. Главное, что стоит знать. При готовке полуфабрикатов, говорят эксперты, что при температуре 80-90 градусов Цельсия внутри мяса у костей сальмонелла погибает. То есть, если жарить или проварить курицу час-полтора, то все будет в порядке. Дмитрий Гуренко, Ярослава Богатырева, РТН